Итак, давайте сегодня обсудим решение задач. Я предлагаю сначала пару задач конструкторов, чтобы их не обладать. Мы будем забрать первую часть, кроме задачи. Мы разбираем задачи, значит, они снимаются с конкурса. Многие не решили конструктора, я не знаю, про их присутствующих. Не надо к этому относиться критически. Мы планировали, что вы просто войдете в тему, попробуете. Если вы до сих пор не вошли и не попробовали, по крайней мере, там мало ключиков. Ну, вот мы посмотрим, покажем, как это делать. Там очень противная формулировка, с моей точки зрения, вот эти все какие-то формулы несимпатичные. Идея в том, что это простые задачи, но если у вас почему-то не получилось, посмотрите, они простые. Ну и вперед. Остальные конструкторы тоже очень сложно. Так, значит, у нас были конструкторы 3.1. У нас были первые шинки 1.2. У них, как мне кажется, не были соединены. У них были одинаковые шляпности. Мы хотим вот эти вот шинки слить и оставить шляпность на месте. Но количество попыток будет сумма количества попыток у 1.2. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны по стратегии для значаемого графа построить стратегию для такого графа слить на вершинке. Ну, как будем строить стратегию? Вот давайте просто каждый мудрец, который видит новую вершинку А, он будет понимать в исходном графе того, он видит А1, или может быть А2, а может быть АП. Соответственно, будет представлять вот эти цвета на месте А1, А2 и называть цвет, который он должен называть согласно вершинке. Согласно вершинку дальше новая вершинка А, она сначала представляет себя на месте А1, смотрит на соседей, которые у них есть, у нее есть А2 туда не входит и называет цвет согласно своей вершинке. Несколько цветов согласно своей вершинке. А потом представляет себя на месте А2, тоже смотрит на соседей, которые ей надо посмотреть, и тоже называет цвета согласно своей стратегии. То есть суммарно она зовет не больше чем G1, А2, а G2 от цветов. Возможно, эти цвета будут повторяться, но заемы еще какие-нибудь, нам не жалко. Тогда что происходит? Тогда так как в графе, где у нас были вершинки А1, А2 отдельные, а не оле покрашенных цвет, либо C, и остальной граф как-то покрашены остальные цвета, в этом графе у нас мудрецы выигрывают, то в нашем новом графе А с вершинкой покрашенных цветов C, и остальные вершинки покрашены те же самые цвета, они тоже выигрывают просто вот по своей стратегии. То есть если вот здесь выиграл вот этот мудрец, то он выигрывает здесь же, потому что он выигрывает то же самое и применяет то же самую стратегию. Если выиграл мудрец А1 или А2, то одна из этих попыток тоже будет удачной. Да, ничего сложного, просто аккуратно поговорили, как вам стратегию индицировать. Вот. Хорошо. 3-2. Это по произведению, и там даже есть какая-то картинка, что вот если у нас играл G1, играл G2, у них общая вершинка А, мы хотим... да, эти два графа склеить по вершинке, и все будет как и было, но в вершинке А у нее шляпность увеличится и количество попыток увеличится. То есть новая шляпность. Шляпность в графе 1 и шляпность в графе 2. И то же самое с числом попыток. Соответственно, как вам реализовать число шляпок? Это H1 от А на H2 от А. Ну, а просто надо себе представить такую табличку, где сроки — это цвета шляпы 1 до H1 от А, стал быстрее, и цвета было H2 от А. И то есть считать, что один цвет шляпы А — это на самом деле набор из двух цветов. Один из цветов — это один из H1 от А цветов, а второй цвет — это H2. Давайте считать, что у лица А не одна шляпа, вот таких цветов, а пара шляп — одна — это полцвета, другая — это полцвета. Вот. Соответственно, что делать мудрецы из H1? Ну, если не идти, они смотрят на шляпу только первого цвета у этого мудреца, смотрят на шляпу остальных и называют все согласно своей рабочей статье. мы полагаем, что у нас чистки. То же самое делают мудрецы из H2. Ну а что надо сделать мудрецу А? Ему надо сделать предсказание сразу... Ну, а в одном из этих цветов то же самое, что он должен показать сразу два цвета, скажем так. Ну, первый цвет шляпы, согласно стратегии, в этом графе смотрят только на соседей из H1, а второй цвет угадывает только смотря на граф G2, на соседей там и угадывает согласно стратегии, согласно стратегии. Например, если здесь хватает G1, а здесь G2, то суммарно надо назвать G1 G2. Сейчас вот цвет мудреца А — это какая-то клеточка на петербурге С, у нее есть координаты цвета один и другой, он нужно угадать. Значит, мудрец называет по стратегии графе G1 несколько строго здесь, а по стратегии H2 несколько строго здесь, на столбцах. И вот на пересечении этих столбцов находится G1 умножить на G2 элемент. G1 — это конечно G2, да, здесь G1 — это астрог, здесь G2 — это астрог. На пересечении находится G1 — G2. Клеточек, в том числе та, которую он угадывает. Значит, если он назовет все клеточки, то есть все пары, его угадывание тоже становится парнее. Угадывание состоит из того, что он указывает компоненту цвета за G1 и компоненту цвета. Он обязательно попадет в свой цвет. И тогда что происходит? Если кто N plus G1 не угадал, то N plus G2 плюс A не угадал, тогда, так как граф уигрышный, то A нужно угадать первого компонента цвета, так G2 выигрышный, то A нужно угадать как второго компонента цвета. То есть, если никто кроме A не угадывает, то A нужно угадать автоматически. Так, если вопросов нет, наверное, можно погорячивать задачу про нагрессовый идеально, как конструктор можно применять. Задача 1,4 кажется, да? Значит, у нас есть мудрец и ямя, он соединен, он видит других 5 мудрецов, они видят его. У каждого мудреца есть угадывание 1,2 хвостёв, а у этого нет, наоборот, нет. А у этого 1 из 500. Да, какое можно явное решение предъявить? Ну вот, давай сюда пишем в троичной системе число, загодируем в троичной системе пятизнаками цвет цвета центрального мудреца, тогда каждый мудрец, он смотрит, ну, Итл мудрец, он смотрит на Итл цифру этой котировки и называет 2 других цифры, не которые стоят на этом месте, а 2 других. Тогда центральный мудрец понимает, что вот если у этого мудреца вот здесь написано какое-то А, у этого первого мудреца у него написано на голове А1, то есть у мудреца написано, что только если у него на голове на этом месте цвет не А1, то он уже убедил. Тогда он понимает, что если никто не победил, то у него написано вот просто число А1, А2, А3, А4, А5. Ну, тогда вот стратегию мудреца вот называть вот. То есть мудрец центральный мудрец просто читает по порядку цифры, которые написаны в мудрецах в уголе А1, и пишет число, а остальные смотрят на некое место и называют оставшиеся две цифры. А при чем тут 3,2? А при чем тут 3,2? На самом деле нетрудно понять, что такое граф Y. 2 из 3 и 1 из 3 это граф Y. Почему? Ну, можно смотреть на сумку по модулю 3 вот этих двух цветов, тогда вот этот называют свой цвет так, чтобы обслужить в случае, когда сумма цветов делится на 3, а этот обслуживает в остальных случаях. Единичка, по-моему, это фиг 2, чем по модулю 2. Ну, или то, что вы сказали чуть раньше, один смотрит, тот, у кого одна попытка смотрит, и то, что вы видите. А, называют то же самое? Он разыгрывает гипотезу, что наши шляпы совпадают. А второй человек, который две попытки смотрит на своего оппонента, называет два других цвета, и тем самым разыгрывает гипотезу, что наши шляпы не совпадают. А, да. Это та же самая стратегия, просто так у нас шагулирована. Замесные суммы разные. Ну вот, ну и давайте посмотрим, что эти графы перемножить по вершинке. Взять просто два таких графа, и перемножить по вершинке, у которых число какой-то 1. И получится вот такой граф. Если это сделать еще два раза, то получится вот такой граф. То есть это просто, да, мы взяли граф, который очевидно выигрышный, и четыре раза применит конструкцию в этой графе. Ну и на самом деле можно понять, что вот стратегия, которая здесь появилась, одна вот фактует. Но она на самом деле, естественно, может быть и стратегия, которая надо привести здесь, и конструкция произведения. Просто мы это проделаем не в общем случае, отдельно переговорим, где я здесь. Так. Вопросы? Так. Хорошо. Так. Когда берем к задаче в первый раздел, это по порядку. Смотрим. В общем, задача 1.1. Я знаю, у нее два решения, и при этом много решений обобщаются от много разных задач. То есть, что мы можем сделать? Вот задача 1.1, да? У нас два мудреца, вот такой график. Во-первых, да, мы можем пытаться инвестируй стратегию для мудрецов «Сумный поход», который как раз со взятием суммы по модулю. То есть, вот этот мудрец ходирует в свой цвет от ударов 3, вот этот мудрец ходирует от ударов 3. Они смотрят на сумму по модулю 4, поoodle 3.1.2.4, и вот этот мудрец рассматривает варианты что сумма сравнима с обlast 2 по модулю 4.1.4, и сумма сравнима с .1.4.4.1.2.4.1.2.4.1.4.4.0.4.4 . и вы видите холтат другого, может выучить холтат в свет своего клапака но так как сумма имеет какой-нибудь остаток 2,4, то есть т.к. мудрец, который сделал правильное предположение, он победит это первое решение, которое, соответственно, обобщается до решения задачи 1,2 да, именно вот здесь у нас вот такая картинка но мы опять можем посчитать сумму 1,5, вот этому кругу дать посмотреть ряд, когда сумма сравнена с 0,1 по 0,5 а вот этому сумму сравнена с 0,4 вот это вот это прям просто абсолютно понятно в общении этого решения задачи 1,1 но как еще можно было решить задачу 1,1? еще задачу 1,1 можно было решить таким образом но мы же умеем решать задачу для двух мудрецов у каждого по 2,5 и по 1,5 ну кажется, мы таки не разобрали ее считается, что умеете, но если не умеете, то это... а какой? соответственно, да, один из мудрецов должен называть тот же цвет, что истец, а другой всегда другой то есть это одинаково, это первый, это два, это второй соответственно, что мы сделаем? вот у нас четыре цвета, садим вот на две группы по два цвета вот мы задаем вот эти два цвета и давайте просто стратегию, которая у нас была для двух мудрецов сделаем в этой ситуации один из мудрецов, если он видит светлый цвет, он называет оба светлых если он видит темный цвет, он называет оба темных а другой мудрец наоборот, если он видит светлый цвет, он называет оба темных а если видит темный, он называет оба светлых Тогда, если оттенок цвета совпадает, то выиграет первый мадрец, а если разный, то второй. И вот это второе решение, оно вобщается до задачи о том, что мы где-то умножим шляпности и число попыток на одно и то же число, то если игра была выигрышной, то она остается меньше, а именно задача 1-5. Если G, H, G выигрышный, то G, K, H, K, G выигрышный. Ну, как мы делаем, у каждого мадреца, у него теперь K, H, V цветов. Ну, давайте он разобьет их на H группу, пока цветов каждого. Клубка, H, G, H, G. Просто каждый будрец зафиксировал вот такое вот распределение. Так, и что мы теперь делаем? Мы говорим, что теперь новые такие вот цвета, мега цвета, это вот одна из групп. То есть по клубоку вы понимаете, в какой из групп лежит ваша шляпа. У вас уменьшилась и строка зрения. Вы чувствуете, что это красноватое, но вот уже там оттенок точно не понимаете. Вы понимаете, в какой группе цветов лежит цвет, тогда давайте, вот вы играете по стратегии, Вы вычисляете, тогда каждый мадрец вычисляет оттенок своего цвета, но когда вышел оттенок своего цвета, он уже все... Ну, ладно, он не один оттенок, а он G от V оттенков вычислил. И тогда вместе с каждым оттенком он называет все возможные цвета этого оттенка. Таким образом, каждый мадрец действительно будет называть G от V на H цветов. Ну, и если разденье было выигрыш, значит, кто-то правильно предположил свой оттенок, то есть предположил оттенок, он перебрал все цвета этого оттенка, он не мог с ним добавлять. Как-то так. А в обратную сторону не должно работать, в смысле, если они работают, умеют выигрывать в ситуации другого зрения, а сейчас поговорим про тост. Ну, эквивалент поступить нет, я хочу сказать. Да, он знает. Выигрывает с острым зрением, то с плохим, непонятно. Задача про оба-оба. У нас пять мадрецов, как пришло у баба, у каждого по одной попытке отгазать. У нас международные условия победы. Мадрец выигрывает, если угадывает, не больше трех из них, не больше двух из них. Вопрос, как этого добить. Ну, первая мысль, которая возникает при решении задачи, как гарантировать то, чтобы не больше двух мадрецов угадали свой цвет, надо придумать стратегию так, чтобы никакие два соседа не угадывали свой цвет, например. Если они были соседними, то они как-то так же говорили, чтобы они оба не могли свой цвет угадывать. Вот если просто зафиксировать два квадратных кудреца, как это можно сделать? Это можно сделать по помощью вот этого трюка свой оттенок. То есть у нас будет, вот я всегда, у нас тут цвет 1, 2, 3, 4. Вот если вот этот мадрец видит на другом отрицет цвет 1 или 2, он тоже называется цвет 1 или 2, а если он цвет 3 или 4, называется цвет 3 или 4. Таким образом, у нас действительно, вот на этом репре они оба не угадают. То есть, на самом деле, вот здесь стратегия была, что угадывать люди не хотя бы 1 или 2, поэтому не более того. Но вот если просто вот так вот сделать, то у нас вот для этого ребра мы такую стратегию сделать не можем. Потому что, возможно, это лучше, чтобы пересечение вот этих двух, оно будет какое-то плохое. Поэтому надо просто за каждого мадреца их по-разному, вот это вот размене на кругу сделать. Что я имею ввиду? Давайте вот ориентируем вот так вот ребра. Я сейчас вот такую стратегию немножко несимметрично сделаю. Вот сюда будет респрянинные цвета 1, 2, 3, 4. А теперь будет респрянинные цвета 1, 3, 2, 4. Ну это условно, белый цвет, вот это условно черный, вот это, клево, белый цвет, вот это условно черный. То есть мы объединили вот так, на каждом такой ребра, мы объединили вот так белый цвет, вот так черный, вот так белый, так черный. Ну и вот этот мудрец называет один из белых цветов белый, а один из черных цветов черный. Это наоборот. Но какой именно из белых он называет? А из белых именно он называет, смотря на соседу, слева. То есть для каждого мудреца, он смотрит у соседа справа и понимает, он должен назвать в группе 1-2 или в группе 3-4. А смотря на соседа слева, он понимает, он должен назвать мудреца в группе 1-3 или мудреца в группе 2-4. И замечаем, что любые две такие группы пересекаются ровно по одному цвету. И, соответственно, стратегия это назвать как раз цветов пересечения. И тогда, действительно, по построению мы гарантировали так, чтобы никакие два соседей не пудреца не укладывали. Очень целево есть, мне кажется, да? Смотрите, еще раз то же самое, только совсем на другом языке абсолютно про другое. Вот ведь, может быть, если сменить полностью систему обозначений слов, то станет по-рубому. Значит, давайте еще раз. Вот когда мы работаем с одним липком, мы можем сказать следующую стратегию. Один человек говорит, я буду уравнителем. Я отыгрываю стратегию, что наши цвета разные. Я имею в виду, что я играю пока в игру, где мудрец имеет по два цвета. Один говорит, я буду уравнителем, а другой говорит, я буду развлечителем. Я буду отыгрывать стратегию, что наши цвета разные. Как отыгрывать мудрец? Уравнитель смотрит на соседа и называет то же самое. В основном, он выглядит, если шляп одинаковый. Развлечитель смотрит на соседа и называет противложный. Но выиграет, если шляпы разные. Так, хорошо. Это была, так сказать, одномерная ситуация. У нас есть вот этот граул. Давайте мы сделаем такой фокус. Во-первых, мы уже меняли этот фокус. Когда мы кодировали цвета мудрецов с помощью двоичной системы числений. Здесь давайте кодировать двоичные системы числений. Каждый цвет из четырех цветов кодируется двоичной записью. Двузначным двоичным числом 0 в начале разрешено. 0, 0, 1, 0, 1. Давайте сделаем такой фокус. Напишем название ребер. Вот это ребра называется А, это B, это C, это B, это E. Теперь вот тут стоит мудрец. Его цвет – это двузначное двоичное число. Для этих двузначного числа мы ведем табличку, куда оно будет вписано в нашем черте. Так вот, я вписал табличку. И в этой табличке я один разряд пометил названием одного ребра, который входит в эту вершину, а другой – другому. Ты что, ты что? Один называется E, другой – D. А у этого человека тоже цвет будет написан в этой табличке. Но тут разряды называются неважно, какой и как. Важно, что один называется так, а другой по-другому. Это называется А, а это называется Е. А у этого А и Б. Ну и ладуги фигуры. Итак, что делает чертик? Чертик выдает цвета. Фактически вписываем числа в табличку. А наши люди, наши вот эти мудрецы, они еще дополнительно, давайте договорятся. В связи с каждым ребром, они договорятся, кто для этого ребра уравнитель, а кто различитель. То есть, например, вот этот говорит, я на этом ребре различитель, а тогда противоположный говорит, я на этом ребре уравнитель. Этот же человек может сказать, а я и на этом ребре различитель. Тогда вот этот он скажет, что я на этом ребре уравнитель. Они распределяют роли на каждом ребре. Как именно это их дело? Договариваются. Значит, вот Вася, мы с тобой на этом ребре играем, вот я различитель уравнитель. Вот они и договорились про эти ребры. И теперь их стратегия такая. Человек смотрит на соседа, ребро называется Е. Он у соседа смотрит только на цифру Е. А сосед вдоль этого ребра смотрит только на его цифру Е. Получается, что тут написано число от нуля до единицы, тут тоже от нуля до единицы. Это игра вот эта. Роли на этой игре уже говорили заранее. Кто-то из них различитель, кто-то уравнитель. И они в соответствии с этими ролями называют, значит, вот следующий разряд своей гипотезой. То есть, они посмотрели вдоль этого ребра на друга. Различитель понял, что ему надо назвать вот здесь такую цифру. Уравнитель понял, что надо назвать такую-то цифру. Тем самым половина ответа готова. Дальше этот человек ему надо еще второй разряд запомнить. Он смотрит вдоль другого ребра. На цифру D у соседа. Тут они тоже договорились, что вдоль ребра D они делают. Кто уравнитель, кто разрешит. И он вычисляет за вторую цифру. В результате вот все так сделали. Каждый посмотрел на свое левое ребро, на свое правое. Вычислил одну цифру и вычислил другую в соответствии с теми ролями, которые они сами приняты. Готов. Это вот такая стратегия. Можно вопрос? Сейчас еще, почему она выигрышная? В смысле, понятно, что в случае, когда у нас на ребре выбраны числа обе первой клетки или обе вторые клетки, понятно, что выигрывает только один. Но если у нас у одного выбрана вторая клетка, у другого первая клетка... Тут не важно, кто первый, кто второй. Нет, в смысле, у нас получается, что... У нас может же выйти так, что у нас человек смотрит на клетку вторую и говорит то, что... Сейчас. А, нет, все, я понял, да. Клеточка подписана. Каждая клеточка приписана к ребру. Соответственно, тут не важно, она первая или вторая. Она вот именно на этой. Когда играем на ребре Е, заполняем разряд, помеченный чем по Е. Так вернёмся к нашему, так сказать, что произошло. На каждом ребре выиграл только один человек. Давайте так сказать... Правильно? Это вот опять, это свойство этой игры. Ибо уравнитель, либо различитель. Выиграл, это значит, угадал мой разряд. Рёберт пять штук. Значит, всего состоится пять событий, когда мудрец угадывает свой разряд. Ну, давайте это отметим как-нибудь, плюсиком. Да, значит, вот, допустим, этот угадал свой разряд. Значит, этот... Всё, мы должны вот в эти клеточки поставить пять плюсиков. В эти клеточки поставить пять плюсиков. А что такое мудрец угадал свой цвет? Угадал свои компоненты обе. Значит, выигрывает тот мудрец, у которого оказалось два плюсика в этом раскладе. То есть, мы ставим пять плюсиков в эти таблички, то больше двух заполненных табличек с ключиками мы не получим. Поэтому они выиграют. Поэтому вот этим способом они достигнут цели, чтобы выиграл небольшой угол. Я не знаю, запутал я или вас и распутал. Вместо, так сказать, немножко тяжеловесной игры, что тут такая пара, тут такая пара, я чуть-чуть более общую стратегию предложил, где большой произвол. По каждому любому договариваемся. Ещё такой необычный делаем, так сказать, антураж с разметкой разрядов. Но, тем не менее, это более-менее одно и то же. Только для конкретного назначения, кто уравнивает эти стрелочки, означает, что вот это всегда уравнитель, а это развлечение. Я не понимаю, послушаю, может быть, наоборот, развлечение, а это развлечение. Вот, кажется, так. Такой раз. Такой раз. И у нас это, как это время, очень естественное, начин. И мы их намерим это, как это было чтат. Итак, задача, наверное, 1.6, про то, что любая антикдика может проиграть. При любой стратегии, любая антикдика, может вся проиграть. Действительно. Давайте рассмотрим нашу антикдику. И как угодно расставим все шляпы на лицом на все остальные вершины, на все железы, на все железка вершин, все мы поставим шляпы. Раз, на синий, 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 синий. Тогда для каждого мудреца кликер. Когда мы зафиксировали расстановку шляп на всех мудрецов, кроме антикдики, стратегия уже предопределена. Это часто встречающаяся идея. Если вы зафиксировали цвета соседей, то ваши ответы уже декомнированы. Чертник уже знает, что вы ответите. А здесь так и есть. У каждого мудреца все соседи уже заданы. Значит, уже чего-то такое известно, что ответить ему здесь. Да. Мы знаем, что ответит этот мудрец. У него число отгадываний меньше, чем число его шляп. Поэтому можно поставить сюда шляпу так, чтобы он не угадал. Такую процедуру можно провести для всех рисуемых техники. Такой процедуру сейчас уже без кран, ставим шляпу так, чтобы он не угадал. Хорошо. Задача 1.7. Какая там тренировка. Дана игра. Грамм G. Дано рациональное число. И надо понять, что существуют такие числа H3 и H3. Такие, что... Вот эта игра выигрышная. Нам надо понять, что это выигрышная. И... Ну, по-моему, ничего, кроме тралового смысла задачи 1.5, нам не потребуется для этого доказательства. Так, что мы имеем? Мы имеем, что не такая игра выигрыш. Во-первых, я рационально это сказал, так? Надо прибежать, что я должен. Так, значит, первое рациональное число. Значит, мы вам представим, что H3 и H2P находятся. Так. То есть, ну, что мы можем сделать? Мы знаем, что вот такая игра выигрышная. Да? Да. Да. Тогда мы понимаем, что... Какая игра выигрышная. Давайте я на таких случаях и нахрен оттуда. Да, и нахрен оттуда, значит, надо. 1.5, если вот эта игра выигрышная, то и вот эта игра выигрышная. Мы просто можем нахватить. Хорошо. И дальше я хочу сделать вывод, что вот такая игра выигрышная. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется здравый смысл, и неравенство о том, что hq больше равна, чем gc. Почему это неравенство? Потому что, наверное, h9 на g хотя бы поделить на q, потому что это r. Из вот этого неравенства следует вот это неравенство. То есть, что мы делаем? Мы берем выигрышную игру, и у всех неравенцев увеличим количество попыток отгадывать. Но тогда игра от этого выигрыша не пристается. Можешь взять старую репутацию-скотегию и называть те же самые попытки, ничего что-нибудь. Так, все. Рыгять и правый смысл. Да, и, соответственно, надо вот этот положить h3, а вот этот положить h3, а вот этот положить h3. Ну и надо какое-нибудь обобщение этого карта. Давайте я ответил максимальное обобщение, которое у нас включилось. Что мы имеем? У нас игра g, h, g, выигрышная, и у нас есть r это уже не число рациональное, а функция. Но в каждом решении мы хотим, чтобы было в эту ненависть. то есть все же самое с отношениями. То есть, h3, v, оно не больше, чем h, v, поделить на h, v. Это условие. Дальше мы хотим понять, что существует h' и g' уже тоже не чисто в этой ситуации, а функции. Да, такие, что игра g, h' и g' выигрышная, и в каждой точке выполнено равенство. А функция любого v, то мне нравится, что h4, v, в точности равно h, v, поделить на g. Ну, доказательство одного будет использовать те же самые идеи. То есть, что мы хотим сделать? Давайте представим, пусть у нас r, 3, v, это p, v, поделить на глостер. Давайте рассмотрим, какое число p, это произведение по всем v, p' и p. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если у нас была игра g, h, g, y' и g' Вот это уже число. По задаче 1.5 мы умеем умножать на число, но давайте вот это число и умножим. То g, p, h, p, g, g тоже будет. Давайте я посмотрю на эту игру, посмотрю ее конкретно для модельца v. То есть, конкретно для модельца v у нас p, h, h и p, g отгадываем. p при этом делится на p от v. То есть, я хочу сказать, что мы можем увеличить количество попыток так, чтобы осталось p на p от v, и можем на h от v. Я смотрю на конкретно для модельца, у него написано p на h от v, p на g от v. А я хочу, чтобы здесь было p поделить на p от v, h от v, а p поделить на p от v, h от v. Да, я хочу добиться. Вот это число я стараю таким же, и вот это число я хочу сделать такое. Во-первых, целое. Во-вторых, отношение этого и этого числа как раз это моя твоя определительная вкладка. Правильно? Ну, вроде да. Вот. И осталось понять, почему я вернул такой неравидности. Вот это неравидности тоже должно быть печерно просто вкусную. То есть, опять, неравидности равно, чтобы h от v поделить на жертву, хотя бы h от v поделить на простую. Ну, это верно. Потому что это я в штрихах. Ну, это два случаи, когда нужно, конечно, просто вот... ну, сами формулы абсолютно недоотправляющие, если вы все время все равно напоминаете, например, вот откуда это пишут-пишут, а откуда-то вдруг вспоминают. Какие-то неравидности. Ну, еще раз. У нас есть здравый смысл, который говорит, что вот это вот, в некотором смысле, шляпность такая редукцированная. Да, вот сколько шляп мы даем, когда число шляп делим на попыток, на число попыток, это, ну, вот, в некотором смысле, такая степень свобода чертоска по числу цветов. Вот, поэтому, сама задача очень естественная. Если вот количество шляп было большое, мы даем поменьше. Ну, а если уменьшать счету шляп, вроде как, только лучше становится. Лучше в таком специфическом смысле, что если вот выбрать подходящий, так сказать, числитель и знаменатель, то вот такая шляпность с таким, с большим числителем и большим знаменателем, действительно будет реализована и приведет к проигрышной игре. У нас не очень много времени осталось. Можно я прокомментирую будущую задачу? Значит, мы дадим небольшую серию дополнительных задач. Ну, видимо, после обеда мы ее выложим тут опять на скамеечке, чтобы, так сказать, туда призованный какой-нибудь момент раздачи, да? Значит, в этой серии задач там будет, может быть, одна из задач. Такое достаточно такое частное исследование, совсем небольшую проблему следующую. Но, тем не менее, вот я хочу прокомментировать. Можно я буду произносить слово по поводу множества вещественных чисел, слово супремум? Или, может быть, вы испытываете с этим какие-то еще? То есть, такое мини-введение. У нас есть такое вот трагическое множество на вещественной оси, интервал 0,1, которое обладает самым свойством, что у него нет максимального элемента. У него, как бы, единица, по смыслу, должна быть самым большим числом, но оно не включается. Да? И вот, значит, общее правило тут говорит такое же. То есть, у вас есть на подножство вещество, но, как всегда, определенное число, которое называется супремумом а, считается супремумом, которое является просто максимумом, если этот максимум есть, либо вот такой суррогатный максимум. Значит, если S это супремумом а, то выполняется такой свойство. Ну, во-первых, оно, так сказать, подходит на идею, что оно оценивает сверху все элементы а, ну, а когда униоризуется, на самом деле даже меньше, да? А, во-вторых, это, так сказать, самый маленький из всех этих максимумов, самый маленький из верхней границы. Как только его чуть-чуть уменьшится, сразу можно найти элемента, который уже превосходит уменьшенное S. Существует маленькое, такое, что вот вы S уменьшили, и тут же обнаружилось, что есть множество элементов крупных. Это вот ровно свойство, которое мы наблюдаем у этой точки. Сама по себе она. Точка 1, 2, 3, вообще там все вещественные числа крупнее единиц, они явно являются верхним границем для нашего множества, да? Все элементы нашего интервала 0,1 превосходит. С другой стороны, единица – это самый маленький из таких элементов. Вот он-то и должен быть максимумом, но, к сожалению, вот почему-то этот максимум не включен. Значит, здесь частный пример, а это некая, вообще не очень сложная теорема, так сказать, курсом от анализа, которая говорит, что так всегда бывает, мы не обсуждаем, почему так всегда бывает, и пользуемся на здоровье. Значит, у этого Супрама техническая сторона описана. Если вам нужно про это что-то, вот тут будет два основных. Супрам бывает бесконечной сюда, мимо ограниченных множеств. Ну, ограниченный, да. Ну, мы ограниченный множество рассматриваем, да, ограниченный. Пустой и ограниченный. Спасибо, да. Хорошо. Зачем я это говорю? Потому что вот эта задача, которая сейчас разобрана, она, как сказать, порождает такую идею. Ну, а давайте, значит, брать граф G. Давайте работать с постоянными шляпностями числами полушек, брать такие игры, которые выигрывают. И только что мы решаем эту задачу, значит, я вам предлагаю эту сортовку, что вот H делить на G при этом, сейчас у меня H и G это число, да, это вот такое, как бы число шляп, нормированное число шляп, которое чертенько дает мудрецам. Мы с вами только что вот разобрали задачу, что, условно говоря, если при каком-то архиве, если мудрецы выигрывают, то при меньших они тоже выиграют. Значит, возникает вопрос, а нельзя как бы самое большое такое число шляп выбрать? Ну, вот это вот мой разговор. Просто правильный говорит, что если вы рассматриваете всевозможные дроби в виде архивных ножей, для которых эти мудрецы выигрывают, вот множество, которое получается, максимального элемента может не быть. Поэтому я из общих соображений ввожу такой вот параметр, я не знаю какого-то значения, так альфа, я не знаю, просто потому что не надо какие-то придумать. Значит, давайте рассмотрим вот самую большую дробь с вида H делить на G, для которой мудрецы выигрывают. Вот такой вот. Еще раз, самый большой, я говорю, не упрощая рейс, но на самом деле, вот, ну, что правило, мы в том смысле, как это все. Вот мы пытаемся найти такой шляп. Вот это называется дробная шляпная число. Нашего графа. Ну и вот, какая-то из задач, которая вам предложена после обеда, она позволяет, предлагает вам разобраться с ситуацией, какова, к сожалению, это очень техническая тема, так вот, можно что попало спрашивать. Давайте решим эту задачу, может быть. вот, если у нас есть граф, полный граф на вершинах. Вопрос на высоте. Почему равно память? И это не просто... А, и, а, и, а. Просто 1. У нас, ну, это, так сказать, простой ужинный вопрос, по поводу того, чтобы вы в уме помните, что у нас есть задача 1,9. Если мы всем агрессам даем одно и то же число шляп, там, не знаю, А, шляп, да, то должно выполняться свойство, что сумма одна попытка, ну не так, как и что, еще раз, кого там, H шляпки, G попыток, да, должна выполняться условие выигрышности вот такое, и, значит, отсюда следует, что, значит, вот это отношение, значит, раз это фиксированные числа, значит, каждая которых равна 1n, ну и вот, значит, вот это отношение, когда вы, наоборот, шляпы делите на попытки, значит, если оно равно n, то это еще можно выиграть, может быть выполнено невероятно, а если дроби меньше, то есть, то будет выполнено противовношное расти, то, соответственно, шляпа не будет, что она проиграет, так что вот для полного графа мы такое должное шляпное число можем вычесть, оно там уже получается целым и совсем простым, так вот, а в задаче, которая будет выписана, предлагается разобраться все с тем же бедным, с несчастным, путем, неудобно как-то спрашивать про такой выраженный объект, но, тем не менее, вот с путем здесь трех вершин, и оказывается, что вот у этого графа дробное шляпное число вообще является иррациональным, то есть, вот можно подобраться к некому, оно там предъявлено, но вот разобраться с этим, это некая такая, да, непростая задача получается, то есть, вот есть некое иррациональное число, почти золотое течение, там, ну, какое-то родственное, да, значит, это золотое течение, что вот, если вы подбираетесь к нему сколь угодно близко, вот там можно найти рациональные числеты, которые реализуются, ну, не в виде таких дробей, а в виде, опять, как в задаче, таких дробей, и дают вот этот самый выигрыш, а если вы возьмете, так сказать, любое число, начинается, ну, иррациональное мы брать не можем, отношение шляпка, а любой рациональный круг не автоматически дает проигрыш, такой неожиданный несколько результат, который, значит, вот, значит, от такого наивного взгляда, что у нас такой 3,5 шляпа, вдруг он говорит, что вот такое систематическое изучение этого вопроса приводит к тому, что даже, в общем-то, возникают тоже рациональные числа в качестве такой шляпной характеристики. Ну, кажется, нам уже пора заканчивать, поэтому вот, значит, я бы конкретировал, а тогда же увидеть 4-х, ну, что будет целочка. Спасибо. Спасибо.